На эту встречу, организованную по просьбам жителей дома, пришли единицы, хотя альтимативное письмо подписали 59 человек. Вот, собственно, его строки. Геннадий Родников зачитал основную мысль, в которой жители дома 307 по улице Калинина не хотят, по их мнению, переплачивать за электричество. Мы, жильцы дома, с 1 января отказываемся платить в НЕСТ, Лоббингс Энергосбыт, всю сумму общих домовых затрат по электричеству. Они слишком большие. А решать причины таких затрат, потерь, ни НЕСТ, ни ЖЭК, никто на себя эту ответственность брать не хочет. Оплачивать мы будем за общедомовые нужды по нормативам Краснодарского края, а остальные затраты пускай несет, как бы, Лоббинская ЖЭК. Ну, то бишь, как бы, в этом ключе все письмо, собственно говоря, и написано. Мы, как власть, к общению готовы, открыты, и мы готовы вам рассказать о ваших правах и ваших обязанностях. Чтобы вы правильно понимали текущее положение дел в государстве и правильно пользовались теми законами, которые есть. А не трактовали их на волюнтаристской основе, кто как себе на эту тему придумал. Для этого, опять же, я повторюсь, мы пригласили сюда специалистов, которые вам будут их готовы прокомментировать. В этом доме 60 квартир. Помимо индивидуальных приборов учета электроэнергии стоит общий. И разница в показателях по расходу электричества колоссальная. Возможно, не все собственники квартир честно оплачивают потребленную электроэнергию. Возможно, причина и в том, что у 15% стоят старые счетчики. Но энергетики в соответствии с законом взыскивают деньги за весь объем потребленной электроэнергии. У каждого владельца квартиры собственный договор с ресурсоснабжающей организацией. Если бы у вас был бы договор заключен с ресурсоснабжающей организацией не напрямую, а через управляющую организацию, то тогда управляющая организация имела бы право брать себе другую совершенно сумму за транспорт этой электрической энергии и за распределение ее внутри дома. И тариф, я думаю, был бы, наверное, немножечко не такой, который есть у вас сейчас. Вы, опять же, для того, чтобы попробовать решить эту проблему, можете попробовать заключить договор с управляющей организацией. Обратитесь к ним, и я вам скажу, что не далее, как чуть больше года назад специально управляющая организация уходила от этого, пользуясь нормой в законе в ЖК, что там разрешено заключать прямые договора только с целью того, чтобы у граждан оставалось больше денег на счета для проведения ремонта. Объясняю ситуацию. Многоквартирный дом, в котором договора заключены с управляющей организацией на оплату коммунальной услуги по электричеству. Многоквартирный дом платит, грубо говоря, 10 рублей с квадратного метра. Управляющая организация оставляет себе определенную сумму от 25 до 30% на управление. Это надо им на зарплату, на свое существование. Остальные 70% она распределяет следующим образом. Платит финансовую стоимость того, чего граждане ей показывают по учету. То есть она должна, опять же, содержать у себя небольшой абонентский отдел контролеров, именно электрических делов. Вот. И все те затраты, которые будут выплывать на определенное число, ну в частности до 10 числа, да, вот 10 числа управляющая организация должна ресурсникам заплатить, она им будет платить по общедомовому учету. Насчитали ей за 1000 киловатт, и с ней там никто не будет разговаривать. Заплатила тебе там такая-то квартира, или не заплатила такая-то квартира, с нее высчитывая деньги сразу. Откуда она будет эти деньги платить? Она эти деньги будет платить с того тарифа, который есть у вас, потому что других денег у них нет все равно. Ведущий специалист юридической консультации акционерного общества НЭСК, филиал Лобинский Нагазбыт, прокомментировал письмо жителей и разъяснил требования закона, который, как выяснилось, жильцы неверно понимают. Александр Красноруцкий также рассказал о том, как начисляется оплата за потребленную электроэнергию по общедомовым нуждам. Слово взял и руководитель управляющей компании Лобинский ЖЭК Николай Оленич дал пояснение о возможности распределения сверхнормативного объема потребленной электроэнергии по ОДН. Жильцам рекомендовано провести собрание, заменить в квартирах старые приборы учета на современные с высоким классом точности, но оплачивать разницу все-таки придется. Позиция граждан, она понятна. Понятна позиция в том, что обидно, если я исправно плачу, я должен за кого-то, зачем я должен за кого-то платить. Но есть норма закона, и она сейчас именно такова. Вы являетесь собственниками общедомового имущества, и в том числе того же самого прибора учета. Вы хозяева того, что у вас есть в доме. И все, что у вас в доме происходит, это лежит на ваших плечах. Вот нравится вам это или не нравится, это ваше. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.